Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам создать обзор на новинку от компании ESEM модель под номером 48238. Это у нас модель U88C6. Первая, ну как всегда по традиции, то есть красочный боксайк у нас встречает. Далее, что мы видим, это у нас коробка из плотного картона. Коробки наш вверх. Такой же декаль. Инструкции и декаль. Сейчас покажу вам инструкцию. О, декаль сначала. Декаль у нас уже компания ESEM напечатает на новой бумаге, поэтому проблем с переводом приклейки декали нет. Следующая инструкция в виде журнала формата А4. Покажу краски, которые компания ESEM предлагает нам приобрести для краски данной модели. красным обозначается детали, которые не используются при сборке модели. Хочу обратить ваше внимание на качество инструкции, что инструкция у нас подробная. Поэтому, хоть новичок, хоть опытный моделист соберет данную модель без проблем. Если б�ил. Продолжение следует... Продолжение следует. Прибунем веше внимание на качество инструкции. Взрыв. Продолжение следует... Да. Все. Через сетей. У нас уже модель близится к завершению, ну вот окончательные 3D модели, тут у нас декали, куда какие используются и варианты окраски, это у нас Средиземноморье, 43-й год, Средиземноморье, 43-й год, Франция, 43-й год, Россия, Таганрог, 42-й год. Ну и нашли такие. Вот так вот продолжаем, начнем с крыльев. На крыльях присутствует расшивка, все прекрасно пролито, все лючки, все это видно. Поэтому я как бы скажу так, я собирал 72-й масштаб компания СМ, бомбардировщики, и скажу, что расшивка она качественно выполнена и при окраске даже 72-го масштаба вся смывка она прекрасно растекалась по расшивке. Про 48-й уж молчу, то есть тут все отлично. Толкатель на внутренних частях элементов. Дальше, следующий маленький ледничок у нас. О, давайте сразу два покажу. Потому что они, нет, они не идентичные, это разные, но покажу их оба. Так, на них присутствует большое количество мелкие детали, и хочу сказать, что пролито эти детали отлично. Поэтому проблем также не доставит, чтобы там, что-то зачищать или этого вам не потребуется. Дальше, следующий. Ну, прозрачный, а потом в конце покажу. Далее, у нас тут ледники с двигателями. Хочу обратить внимание ваше на детализацию двигателя. Двигатели, они очень детализированные, и поэтому рекомендую вам уделить внимание при сборке, потому что можно сделать капоты открытыми. Это будет более эффектно смотреться. На данных ледниках присутствуют большие, значит, мягкие детали, которые определят замечания. Еще один ледник, смотрим детали. Также, обращу ваше внимание на то, что все пролито, все четко. Еще один ледник с прозрачным пластиком. Так, тут у нас капота можно сделать открытыми. Шасси выполнены в виде двух половинок. Толкатель на внутренних частях элементах. Винты. Тут полны две. Два варианта винтов и двигателей. Поэтому при сборке на это обратите внимание, какие необходимо использовать. Толкатель на внутренних частях элементов. На данном леднике также все отлично. То есть, модель она детализирована. Обязательно хочу ваше внимание обратить на то, что у данных моделей бомбардировщиков внутренности они детализированы очень хорошо. Поэтому при сборке на это обратите внимание окраску, что после сборки, установки остекления, всю внутреннюю часть ее будет видно. Модель детализирована. Ну, теперь приблизительно. Пластик. Пластик в компании СИМ. Плазрачный вообще шикарный. То есть, я почему сейчас обратилась к моему университету, потому что у нас шикарное остекление. Здесь просто аквариум. Огромадный-огромадный аквариум. Поэтому при сборке на это обратите внимание. То есть через остекление будет видно все. Ну, на этом я хотел бы завершить обзор. Если вы любите авиацию, авиацию в 48-м масштабе, то данная модель обязательно должна быть у вас на полке. Модель хорошая, качественная. Дефектов на данной модели не обнаружено. И данная модель вам проблем каких-либо не доставит. Всем спасибо. Всем пока.